Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Анастасия Мелешкевич. Неделя позади и самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами главные темы сегодняшней программы. В Бресте прозвучала романтическая мелодия школьного вальса и мелодичный звон колокольчика, как символ уходящего детства и вступления во взрослую жизнь. В этом году 2400 юных брещан покидают родные школы. Они взрослели, мужали, развивались и, конечно, старались, чтобы достойно подойти к рубежу последнего звонка. Мощный ресурс для развития личности и интеллектуальных возможностей. В Бресте наградили победителей Республиканской Олимпиады по учебным предметам и учителей, их подготовивших. Чувствование настоящих мастеров слова, талантливых, творческих, умеющих выделить. Главное – рассказать о фактах, провести расследование, дотронуться до человеческой души. Подведены итоги 19-го ежегодного областного соревнования среди редакций областных, объединенных районных и городских газет, телевидения и радио, журналистов в Брестской области. 55 товаров от 37 предприятий региона. В Бресте наградили победителей республиканского конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь». Среди отраслей – продовольствие, промышленность и продукция производственно-технического назначения. Четверть века на рынке Беларуси. Секреты успеха закрытого акционерного общества «Инвалюкс» – одного из крупнейших производителей мебели в стране. В эфире программы «Итоги недели». Говорим о главном. Разноцветные ленты, выпускные платья и, конечно же, вальс. Последний школьный звонок прозвучал для порядка 2411-классников Бреста. Позади централизованный экзамен, контрольные уроки. Впереди – взрослая жизнь. Эмоции радости и грусти, трогательные объятия и улыбки. Это праздник юности, задора – праздник, который никто и никогда не забудет. Наши корреспонденты побывали в лицее номер один имени Пушкина и средней школе номер 18. Для того, чтобы разделить с ребятами их впечатление от прощания с детством. Без малого 8 утра, а в классах лицея номер один уже собираются ребята. Сегодня у них важный день. Радостные объятия при встрече, последнее приготовление. Необходимо не только правильно закрепить ленточку, но и выглядеть опрятно. Хотя за это можно не волноваться. Все ребята сегодня на высоте. На столах цветы и выпускные альбомы. Сегодня их день. День последнего школьного звонка. Первая строчка, самое хорошее учреждение образования Бреста – это сразу выбивает лицей. И в лицее настолько хорошая атмосфера, что когда я сюда попала, я ни капельки не пожалела. Тут очень хорошие учителя, очень душевные люди. И в принципе, вообще очень все хорошо. Мне все нравится. С одной стороны, ощущается радость, потому что целый путь в 11 лет пройден не зря. А с другой стороны, очень грустно, потому что придется расставаться с дорогими людьми. В лицее очень много хороших людей, чудесные учителя. И также царит сказочная атмосфера, как на пушкинских балах, так и каждый день организовывается интересное мероприятие. Елизавета и Дарья, как и их одноклассник Игорь Тикумс, учащиеся информационно-технологического профиля. Ребята в будущем планируют связать свою жизнь с эти технологиями и готовятся к поступлению основательно. В лицее очень весело, много различных мероприятий. Учитывая, что я пришел из простой деревенской школы, для меня это было в новинку. В лицее очень весело, хороший педагогический состав, который хорошо тебя подготавливают как к ЦТ, так и к устным экзаменам, которые по целевому в этом году сдаются. И, в принципе, уровень подготовки на высшем уровне. Торжественная линейка традиционно проходит у центрального входа в лицей. Сегодня здесь 147 ребят. Они обучались по семи направлениям – от экономики и IT к биологии и филологии. Победители районных, областных и республиканских предметных олимпиад. Это 33-й выпуск учреждений образования. Всего же Пушкинский лицей в свое время закончили порядка 5000 ребят. Сегодня 147 ребят оканчивают лицей. Обучались по семи направлениям обучения – физмат, информатики-технологи, химики-технологи, химики-биологи, филологи, гуманитарии и экономисты. На сегодняшний день палитра направления обучения в лицее достаточно широка. Есть возможность получить отличную подготовку к любой специальности в учреждениях высшего образования. Добрые слова в адрес своей «Альма-Матер», песни, парад победителей и, конечно же, трогательный вальс. Сегодня, присутствуя на линейке, я понимаю, что нам есть кому передать свой опыт и свое желание трудиться и развивать нашу страну. Поэтому, ребята, сегодня умницы, вы видите и слышали, сколько сегодня медалистов, сколько сегодня лауреатов и стипендиатов конкурсов, как республиканского и областного уровня. И сегодня это те, кто подхватят, я думаю, и продолжат то начинание, которое сегодня есть и заложено в нашем городе. В добрый путь во взрослую жизнь сегодня проводили и 50 одиннадцатиклассников средней школы номер 18. Это ученики двух профильных классов с углубленным изучением истории Беларуси и обществоведения, а также английского языка и информатики. Дети работоспособные, трудолюбивые, с багажом знаний, с огромным количеством в копилке достижений, с огромным количеством побед. Всего ими завоевано за этот учебный, только за этот учебный год, 35 побед в различных конкурсах и олимпиадах. Это ребята, которые нацелены на будущее, нацелены на успех, устремленные, с которыми очень было легко работать, потому что они видят свою цель, они хотят ее достичь, и мы всеми силами в этом им помогали. Учителя, врачи, инженеры и IT-специалисты. Каждый из этих ребят уже определился, с какой рабочей стезей хочет связать свою жизнь. Волнительно. Как-то за 11 лет привыкла к своему классу и плакали очень сильно. Расстаемся. Кто-то уезжает в другие страны, кто-то в другие города. И, конечно, надеемся, что мы очень часто будем с ними видеться, потому что очень сильно привыкли к друг другу. Я иду в медицинский. Все-таки мне туда больше тянется, мне это интересно. В Минске буду поступать в медицинский. Я обучаюсь в профиле английской информатики, поэтому это очень актуально как и для профиля, так и для меня лично. Мне очень интересно это направление. В этом году я вместе с другом создал проект «Виртуальная экскурсия по Брестской крепости». Вместе с этим проектом мы ездили на различные конференции, выступали и занимали в основном призовые места. Первые и вторые места, поэтому за этот год я заработал большое количество дипломов и сделал свой большой крупный проект. Я еще не до конца осознала, что уходим из школы. Пошли здесь 11 лет и от сознания, что в сентябре мы уже не вернемся сюда, мы пойдем уже в новые университеты. Кто-то, возможно, пойдет в другое место, кто-то может не получит выше, кто-то не поступит, кто-то поступит, исполнит свою мечту. Я хочу так странно осознавать, что мы все уже почти взрослые люди, мы все уже выбрали свое будущее и скоро мы уже станем ближе к нему. Я хочу поступить на локопедию. Для меня это очень… мне интересно работать с детьми, мне интересно видеть себя в этой профессии в будущем. Мне кажется, что для меня это подходящая работа. Впереди у этих ребят множество страниц жизни, которые они заполнят яркими эмоциями и событиями. И только от них зависит, каким будет их путь во взрослой жизни. А сегодня у них праздник и звучит последний школьный звонок. В продолжении темы. Ты учишься не для кого-то, ты учишься для себя. Эту фразу можно применить героям нашего следующего сюжета. Речь идет о победителях республиканских олимпиад. География, химия, биология, физика и языки, обществоведение и история. Список предметов, по которым юными брещанами была одержана победа, достаточно полновесен. Но за этими триумфами стоит огромный труд учеников, учителей, родителей. По трудам и наградам. Лидерство на столь высоком состязании является пропуском в университеты. В этом году 58 учащихся региона получили дипломы призеров на церемонии чевствования, которое прошло в Бресте. Награждая умников и умниц, заместитель председателя облсполкома Вадим Кравчук подчеркнул, что они – золотой фонд Брещины – будущее Беларуси. О них наш следующий материал. Поддержка одаренной молодежи – это залог стабильного развития и процветания Беларуси нашего Брестского района. Сегодняшние школьники – это будущие врачи, дипломаты, химики и программисты. Учителя и военные. Список профессий можно продолжать долго. Ясно одно – от их профессионального мастерства, соответствия выбранному делу, трудолюбия и настойчивости зависит, какой будет страна через годы. А потому еще со школьной скамьи так важно помочь молодежи раскрыть свои таланты. Мы видим, как развивается наша страна, мы видим, как развивается наш первый регион, наша Брестская область, строятся новые микрорайоны, строятся детские сады, спортивные площадки, спорткомплексы. Открываются новые промышленные предприятия, выпускается инновационная продукция. Это, прежде всего, заслуга, конечно же, родителей наших ребят, которые из поколения поколения передают свой опыт и, прежде всего, работают на благо нашей страны. Поэтому пришло время, когда нашему золотому фонду, мы его так назовем, наших одаренных ребят, продолжать эту традицию и, соответственно, развивать наш первый регион. Месяц мая особенно богат на урожай масштабных событий, подведение итогов различных конкурсов и соревнований, торжественные церемонии, награждения и концертные программы. Все эти мероприятия уже не первый год собирают на одной площадке настоящих профессионалов своего дела со всей Брестской области. Накануне в Брестском областном общественно-культурном центре чествовали победители республиканского этапа Олимпиад по учебным предметам, а также педагогов, их подготовивших 50% таланта и 50% труда. Да, именно так можно сказать о тех самых юношах и девушках, которые стали лучшими из лучших в республиканской Олимпиаде. Традиционно в конце учебного года мы вручаем премии областного исполнения комитета нашим талантливым и одаренным, прежде всего, ребятам и, конечно же, их педагогам. Данная премия областного исполнения комитета учреждена в 2006 году, и в этом году мы преодолели рубеж тысячных лауреатов. Это для нас дорогого стоит, потому что мы видим, как развивается наша страна, мы видим, как развивается наш первый регион, наша Брестская область. В этом учебном году ребята завоевали 58 дипломов. Четверо наших ребят вошли в республиканскую команду, которая будет выступать на международной Олимпиаде. Для нас характерны такие дисциплины, как русский язык, физика, химия, биология. Поэтому я уверен, что обязательно мы проявим себя и принесем в Республике Беларусь еще не один диплом. В учреждениях общего среднего образования всегда уделялось пристальное внимание работе с одаренными, высоко мотивированными учащимися. И, конечно, и в самих учреждениях тоже эти дети поощряются, поощряются педагоги, в том числе и морально, и материально. И сегодня тоже такое знаковое событие для Брестской области. Мы чествуем сегодня 58 победителей этого учебного года и педагогов, которые работали с этими ребятами, которые вложили свой педагогический опыт, педагогический труд, свою мудрость при подготовке к Олимпиадам. И ребята имеют сегодня возможность, особенно выпускники этого года, 25 победителей заключительного этапа уже могут быть зачислены в любой университет нашей страны, в котором профильным предметом является предмет, по которому стал выпускник этого года победителем заключительного этапа. Тяга к знаниям, трудолюбие и усердие. Все эти качества можно смело назвать основополагающими для достижения высоких результатов в учебе. Учащаяся лицея номер один имени Александра Сергеевича Пушкина Анастасия Зименкова обладает ими сполна. Девушка стала победителем заключительного этапа Республиканской Олимпиады по обществоведению, награждена дипломом второй степени. И чтобы добиться такого результата, подготовка была очень долгой и сложной. Это было два года подготовки, начиная с 10 класса, подготовка к районному этапу. И чем дальше, чем выше ты доходишь, тем больше нужно знаний, прикладывать усилия, уделять этому больше времени. Иногда не оставалось времени совсем на какие-то другие развлечения. Но, тем не менее, я считаю, что это оправдано, поскольку участие в Олимпиаде дает те навыки стрессоустойчивости, возможность попробовать себя в чем-то новом, которое не каждый обычный школьник может получить. Достаточно большая часть работы была проделана не только мной, но и моим педагогам, поскольку без нее я не представляю себя в качестве победительницы. Наверное, Олимпиада – это, в первую очередь, возможность углубиться в тот предмет, который тебе нравится, понять, сделать выбор в пользу той профессии, в которой ты в дальнейшем хочешь развиваться. Ну и, конечно, незабываемые эмоции и впечатления вместе с моими педагогами. Это был счастливый случай, потому что Анастасия у нас учится в классе физико-математического направления. Это не наш обществоведческий профиль, а диплом на республиканских олимпиадах и в прошлом году, и в этом году по обществоведению. Она спокойная, она больше вся в себе, но она хочет побеждать. И это есть не у всех. Она активно участвует в разных олимпиадах, конкурсах и нацелена на то, чтобы достигать там высоких результатов. Высокие результаты, которые уже есть в активе школьников, это не повод останавливаться на достигнутом. Так считают сами лауреаты премии облсполкома. Совершенствовать свои знания и применять их на практике ребята планируют уже в стенах вуза, куда собираются поступать. Безусловно, мы воспользуемся возможностью поступления, но это, конечно же, будут, я считаю, вузы высокого уровня, столичные вузы. И я хочу именно научную специальность, чтобы стать научным сотрудником. Я тоже буду связывать свою жизнь с химией, буду выбирать специальность, тоже основанную на химии, так как этот предмет мой самый любимый, у меня высокие достижения. Ну и буду, конечно, тоже поступать в какое-то высшее заведение. На сцену поднимались и педагоги, те люди, которые на протяжении долгих школьных лет всегда были рядом. Во многом благодаря им, их поддержке, юноши и девушки получили свои заслуженные награды, которые станут хорошим стартом на пути к новым победам и достижениям. Миря Яковлевич Александровна. Большое спасибо хочу сказать своему учителю, Амиленчику Людмиле Ивановне. Действительно, если бы не она, у меня ничего не получилось. Вот она привила мою любовь к химии. В прошлом году также я ездил на заключительный этап Республиканской Олимпиады, но, к сожалению, не получилось. Но после этого я много работал. На районном этапе у меня было первое место, и на областном этапе тоже я получил диплом первой степени. После торжественной части в честь талантливой молодежи и их педагогов Брестского региона прошел праздничный концерт, где выступали лучшие коллективы города над Бугом. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемантович. Специально для программы «Итоги недели». В Бресте подвели итоги ежегодного областного соревнования среди редакций областных, объединенных районных и городских газет, телевидений и радио, журналистов Брестской области. В каждой профессии есть свои лучшие представители. Есть они и в журналистике. Настоящих мастеров слова, талантливых, творческих, любознательных, тех, кто умеет выделить главное и подметить детали, рассказать о фактах, а порой даже провести свое небольшое расследование. Словом, дотронуться до человеческой души и заставить задуматься. В 19-й раз собрали, чтобы в торжественной обстановке поздравить и вручить заслуженные награды. С подробностями Людмила Логодич. В этом году соревнованию среди редакций областных, объединенных, районных и городских газет, телевидения и радио журналистов Брестской области исполняется 19 лет. Следующий год станет для него юбилейным. За это время престиж конкурса только растет, а качество материалов остается на стабильно высоком уровне. За время существования в нем приняло участие порядка 2000 журналистов, а 500 человек получили заслуженные награды, как знак признания мастерства и таланта, а также стимул двигаться вперед и покорять новые вершины. Хочу сказать, что, наверное, сложнее всего в конкурсе чувствуют себя члены жюри, потому что с каждым годом, безусловно, уровень и качество работ растет. И это, наверное, закономерно, потому что наши журналисты не останавливаются на достигнутом, они постоянно совершенствуются, они не только работают над тем, чтобы совершенствовать свое слово, но и используют другие формы. Ну и, естественно, я полагаю, что в этом тоже заслуга конкурса, она дает им вот эту возможность расти. А если говорить о том, какую роль сегодня играет журналистика Брещен и, в принципе, на информационном поле страны, то, я думаю, достаточно высокую, потому что буквально через две недели именно на Брещене пройдет третий медиафорум республиканский и пройдет вручение золотой литеры. Поэтому я думаю, что это тоже доказательство того, что Брестская земля, она богата талантами и способна показать себя и позволить оценить других. По доброй традиции все важные мероприятия в нашем городе начинаются с возложения цветов к местам героической славы. Подведение итогов ежегодного областного соревнования в сфере журналистики не стало исключением. Представители средств массовой информации региона почтили память защитников Родины. Тех, кто мастерски владеет словом, умеет творчески и креативно, достоверно и объективно донести важную информацию, осветить ситуацию с различных ракурсов, доступно и правдиво рассказать об истории, событиях и людях, быстро реагировать на меняющуюся обстановку, а главное достучаться до простых людей, собрали вместе, чтобы заслуженно поощрить и наградить, а также мотивировать к новым успехам в профессиональной деятельности. Когда, наверное, работаешь, не думаешь о том, что бы тебя наградили или о том, какие будут результаты. Все-таки наши результаты – это интересы наших читателей. А уже награду, скажем, награду прислуживают профессионалы. И нам, конечно, приятно, приятно то, что газету видят не только наши читатели, но и наши коллеги. Все-таки их оценка нам не менее дорога, а может быть, в чем-то и больше. Очень приятно, когда ставят такую высокую оценку на областном уровне, оценивают работу, проделанную за год. Награду я получаю за проект «Батьковшина», в котором рассказывала о самых знаковых, о самых интересных достопримечательностях Блицкой области. Проект постаралась сделать интересным, необычным, так, чтобы читатель узнал, что это новое. Эта победа вдохновляет на какие-то новые проекты, возможно, в совершенно иной тематике, в которой я работала до этого времени. Среди номинаций лучший информационно-репортерский цикл «Сохранение историко-культурного наследия», «Промышленное производство и предпринимательство», «Властелин села», «Воспитание патриотизма и гражданственности» и прочее. В списке победителей как целые коллективы редакций газет и телерадиокомпаний, так и отдельные редакторы и журналисты. Главное, что объединяет этих людей – любовь и преданность своей профессии, трудолюбие и жажда творчества. Я подавала свои работы по теме геноцида белорусского народа. Мы ищем маленькие истории, которые становятся историей всей страны. То есть история одной семьи, одного человека, либо одной деревни сожженной или наполовину сожженной. И вот эти темы, они, понимаете, может быть не совсем уместно слово, но они такая тема очень благодатная, потому что материала действительно много. И к нашему счастью есть еще люди, которые могут об этом говорить, которые были свидетелями этих событий. Любому журналисту важна оценка его труда. Для меня самой я эту тему очень проживаю, потому что в моей семье, как и в семьях других людей, многих, наверное, большинства белорусов, были такие герои, может еще у кого-то есть. И когда мы сами говорим об этом, мы хотим тоже, чтобы нас заметили. Заметили на конкурсе и самого юного корреспондента Наталью Скуратову. Любимая часть работы Юнкора – интервью. А свое будущее девушка планирует связать с журналистикой. Мне очень приятно. Я, честно говоря, не ожидала. И я хочу выразить слова благодарности прежде всего всему коллективу «Газета Заря», главному редактору Игорю Гетману, ответственному пресс-секретарю Тоборише Светлане. Спасибо педагогам в моей школе за то, что поддерживали меня всегда. И спасибо моей семье, особенно моей бабушке, которая работала главным редактором в новинах Каменечной. И именно она сподвигла меня начать писать и привела мне любовь к журналистике. У каждого свой путь в профессию и мотивы для роста и дальнейшего развития. А конкурс продолжит вдохновлять и мотивировать, ждет своих новых героев и дальше будет открывать яркие имена. В Бресте наградили победителей республиканского конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь». Он проводится в нашей стране уже более 20 лет. Наш регион в традиционных лидерах. Среди отраслей, где производственные площадки области, показали отличный результат продовольствия, промышленности и продукции производственно-технического назначения. Эксклюзивное интервью с лауреатами у нашего корреспондента Евгении Мороз. Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится ежегодно, начиная с 2002 года по совместной инициативе госстандарта, областных исполнительных комитетов и Мингоросполкома. В этом году участвовали победители в рамках празднования Всемирного дня метрологии. Предприятия области, продукция которой становится лучшей в республике, вносит свой вклад в имеж и узнаваемость. Мы отмечаем в Реске регион в числе постоянных лидеров участия в конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь». Это говорит о том, что на самом высоком уровне создана команда, которая готова и дальше развивать наш отечественный бренд. А наш отечественный бренд – это качество белорусской продукции. Поэтому мы всегда рады поддерживать и обл. Ира, и исполкомы, которые занимаются качеством выпускаемой продукции. Это говорит о том, что люди, которые работают здесь, они относятся к выпускаемой продукции с душой, с человечностью и идут всегда в тренде, в передовиках и оценивают то качество, которое нужно нашим потребителям. Выпуск качественной и выстребованной продукции – общая задача, которую старается достичь каждый производитель. Брестский регион давно и стабильно сидит тех, кто составляет бренд страны с ремаркой качества, сделанной в Беларуси. А товары, произведенные в нашем регионе, интересны не только на внутреннем и российском рынках, но и далеко за пределами союзного государства. Экспорт сегодня за истекший период у нас прибавил 15% к достаточно неплохому на рынке Российской Федерации прошлому году. По прошлому году мы практически в полтора раза увеличили объем экспорта, поэтому, конечно же, нам интересны рынки азиатских стран, Китай, и Турция, и Индонезия, и Иран сегодня активно, страны СНГ, и Российского экономического сообщества, само собой об этом, разумеется, рынок Индии и так далее. Поэтому по этим направлениям мы работаем, видим хорошую динамику сегодня, несмотря, как я уже сказал, на достаточно хорошую базу прошлого года, сегодня тоже наши предприятия организации работают. Продовольственные товары – номинация, где традиционно представлено большинство лауреатов. Лучшими в республике стали 36 товаров от 27 предприятий региона. Савушкин продукт, Белалка, Берестейский пекарь, Кобинский маслодельный сродельный завод – продукция, которая пользуется популярностью не только у потребителей, но и не первый раз в лидерах. В первую очередь спасибо за организацию таких конкурсов. Они стимулируют наше производство и то качество, которое сегодняшний день представляет наше предприятие и предприятие моих коллег. Сегодня хлебом единым. Сегодня вы видите, что достаточно разносторонний. Сегодня касается и продуктов питания, и производства, строительства, ну и так далее. Поэтому ядно получить такую заслуженную награду, я считаю. В номинации продукции производственно-технического назначения награды у 10 предприятий. В среде продукции промышленных товаров для населения и изделий народного промысла награды у Полесия, Брестгазоаппарата, Брестжилстроя. Мы выставляем постоянно наши продукты, которые мы выпускаем для домостроения. Успешно проходим, потому что мы достигли определенного уровня, к этому стремились, к этому вложили. Деньги немало, и сегодня есть хорошее направление развивать и дальше нашу промышленную, чтобы мы строили не только в нашей стране, но и за рубежом. Сегодня мы загружены хорошо по полной программе на всю мощность нашего предприятия, которое мы можем производить и развиваем объемы производства. Но, конечно, рынок на Беларуси не заканчивается. Мы очень плотно вошли в изучение рынка в России в первую очередь, потому что нам помог вот это калининградское направление. Сегодня мы работаем с Подмосковьем, с другими городами России. И мы нашли рынок такой неплохой, не только в многоэтажном строении, но и в двухэтажных небольших коттеджах, которые сегодня востребованы. Были отмечены лучшие в отрасли, лучшие в регионе, а также стабильное качество выпускаемой продукции. Статус новинка года. Также в этот день на сцену поднимались те, кто связал свой жизненный путь с метрологией. Представители Бреста стали лучшими в двух номинациях. Лучший метролог государственной метрологической службы здесь первое место и третье место в номинации среди предприятий республики. Каждый какой-то новый прибор, новое средство измерения интересное, новое. Изучаешь его, познаешь, разбираешься. И когда достигаешь результата, ты понимаешь, что ты чего достойчиваешь. Мы открываем новые направления поверки, калибровки, аттестации испытательного оборудования. В общем, наша работа с этим связана. Понимаете, это основа основ нашей работы. Метрология, она же кругом охватывает все, так сказать, сферы деятельности жизни, от медицины до спорта в простонародье. Ну, вот так и получилось, что выбрал ее. Метрология, стандарты-то остаются, единицы остаются. Меняется жизнь, люди, производство, увеличиваются объемы. Вот так и метрология живет объемами и мощностями. Программу праздника продолжил большой концерт. Евгений Мороз, Эдуард Бакунович, Юрий Лемантович специально для итоговой программы. Продолжаем программу. Согласно статистике, существенная часть новых предприятий закрывается в течение первых пяти лет с момента начала деятельности. В первую очередь это свидетельство того, что были выбраны слабые стратегии ведения бизнеса, которые не помогли удержаться на плаву в сложные периоды. Но есть и такие компании, которые не только продолжают свою деятельность на протяжении долгого времени, но и сумели добиться успеха. Такой пример – закрытое акционерное общество «Инвалюкс», один из крупнейших производителей мебели в Республике Беларусь. В этом году предприятие отметило свой 25-летний юбилей. А это значит, что здесь умеют не только планировать, ставить четкие цели, грамотно подбирать кадры, но и находить выход из самых сложных ситуаций в моменты кризиса. Подробности в сюжете выпуска. Вот уже четверть века на брестском предприятии «Инвалюкс» проектируют и изготавливают серийную мебель для дома, офиса, гостиниц и коллекции по индивидуальным проектам. Общая площадь производственных и складских помещений составляет 27 тысяч квадратных метров, что позволяет выпускать более 2000 тонн мебели ежемесячно и быть одним из крупнейших производителей в своем сегменте в Республике. При этом порядка 95% продукции уходит на экспорт. Компания «Инвалюкс» была создана 25 лет назад, в 1998 году. Мы были одними из первых резидентов свободной экономической зоны Бреста. За период существования компании мы пережили много времен. Были времена взлета, были времена падения. Однако каждое время, я думаю, что принесло нам опыт и все-таки позитив. Невозможно все время только расти, только жить в успехе. Но каждый неуспех, я думаю, делал нас еще успешнее. То есть мы делали свои выводы и двигались вперед. Очень сложным у нас был прошлый год в компании, потому что до этого более 50% продукции нашей реализовывалось в страны Европейского Союза. К сожалению, последняя отгрузка в страны ЕС у нас была в конце марта прошлого года. С апреля все отгрузки остановились в один день. Это было очень сложно для компании. И параллельно падал российский рынок в связи с существующей ситуацией в мире. Это был, наверное, самый сложный период в компании «Инвалюк» с момента его создания. Предприятие с честью выдержало это испытание на прочность, переориентировав весь объем экспорта на Российскую Федерацию. Кроме того, было принято решение производить продукцию индивидуально под крупные торговые сети. Мало производителей, которые готовы разрабатывать продукт конкретно под каждого покупателя. Вот «Инвалюк» занял эту нишу. И покупатель, приходя к нам, знает, что этот продукт будет продаваться только в его сети. И для него это выгодно. Он понимает, что он может устраивать на нее разные акции, устанавливать разные цены. И покупатель не будет по рынку ходить и сравнивать вот этот шкаф со шкафом в соседнем магазине, в соседнем городе, еще где-то. То есть это эксклюзивный продукт. Это, конечно, обходится нелегко, потому что легче производить тысячами штук один шкаф. Это очень легко. А когда у тебя там партия запуска 20-30 штук, это сложно. Это очень много материала в производстве. Очень много плиты, кромки, фурнитуры. Но мы здесь сильны. У нас сильное бюро дизайнерское, конструкторское, технологическое. И в этом реально наша сила. Но самый главный секрет – предприятие в его сотрудниках, настоящих профессионалах, которые в самый сложный момент поверили своему работодателю и в подавляющем большинстве остались на своих местах. На сегодняшний день в компании «Инвалюкс» работает 695 человек. Из них 215 – женщин. Стаж работы в компании более 20 лет – у 78 человек. 16 человек из кадрового резерва компании прошли свой карьерный путь от рабочего до специалиста. И трое из них стали руководителем высокого звена. В компании трудятся 34 семейные династии. Это говорит о том, что наше профессиональное отношение основано на взаимном доверии и уважении. С уважением на предприятие относятся и к пожеланиям клиента относительно продукции. Мебель производства «Инвалюкс» современная и комфортная. Качественные материалы обеспечивают ее долговечность. Стильный дизайн гармоничен в интерьере, а продуманная конструкция делает ее максимально функциональной. Сделать мебель такой позволяют производственные мощности и технологические возможности фабрики. Например, станок «За моей спиной» – единственный из подобной конфигурации в мире и выпускался специально для данного предприятия. Всего за несколько минут из прямой заготовки он производит криволинейную деталь. Все производственные мощности «Инвалюкса» расположены на двух площадках города. На улице Городской расположены все технологии, связанные с полной обработкой древесно-скружечных и древесно-волокнистых плит, включая изготовление различных криволинейных деталей, а также упаковка готовой продукции. На улице лейтенанта Рябцева расположены наши удорожающие технологии, которые делают из простой корпусной мебели и эксклюзивные изделия, которые так востребованы нашими покупателями. Сегодня предприятие после экономического шторма вошло в тихую гавань. Главное – есть стабильность. Ведь объем предварительных заказов продукции рассчитан на два месяца вперед. В планах дальнейшее развитие впереди еще много свежих идей. А еще здесь всегда рады новым партнерам. Вопросы охраны труда, положений коллективного договора, организации мест отдыха и приема пищи – найти иные вопросы в ведении профсоюзов. Для того, чтобы оценить, как эти аспекты реально соблюдаются, в организации предприятия региона отправляются технические инспекторы Федерации. В этот раз специалисты посетили Брестскую дистанцию пути Брестского отделения Белорусской железной дороги. Развернутая длина железнодорожных путей, которые обслуживают Брестская дистанция пути, составляет порядка 716 километров. Из них без малого 330 – главные, и около 400 – станционные и пути необщего назначения. Для того, чтобы пассажирские и грузовые перевозки могли слаженно осуществляться, над качеством путей трудятся сотрудники Белорусской железной дороги. Это первый производственный участок дистанции пути. Он проходит от станции Брест-Центральной к остановке Сахарный завод. Это четыре производственных околотка, уверяемые закрепленным дорожным мастерам, ведение сотрудников, строительство и ремонт железнодорожных путей, содержание их в надлежащем порядке. В данный момент мы находимся на втором производственном околотке. Он обслуживает надвижную часть горки, подгорочный парк. На данном околотке числится 18 человек. Из них там дорожный мастер, 17 монтеров, 3 бригадира. Сфера деятельности у нас основная – это обеспечение безопасности движения поездов и движение этих поездов с установленными скоростями, без сбоев. Надлежащий порядок бытовых условий, обеспечение работников спецодежды, организация бытовых условий, комнат приема пищи, мест для переодевания и душевых кабин оценила рейдовая группа Федерации профсоюзов. Наша задача – выявить все проблемные места и нанимателю выписать рекомендацию для того, чтобы наниматель улучшал условия труда работников. Люди обеспечены всем необходимым, и спецодежды выдают, и бытовые условия нормальные. В этот раз наша рейдовая группа работает в городе Бресте, и я посетил, значит, вчера был тоже на нашем железнодорожном предприятии, это Брестский участок, Брестский вагонный участок. На железной дороге действует коллективный договор между Брестским отделением дистанции пути и профсоюзной организацией. Внимание и к работе общественных инспекторов. Коллективный договор включает в себя, кроме различных пунктов, также раздел охраны труда, где прописаны обязанности нанимателя по отношению к работникам в области охраны труда, ну, также обязанности и права работников. Проверяется также работа общественных инспекторов, как они принимают участие в периодическом контроле, какие виды поощрения применяются к общественным инспекторам по результатам их работы. Всего же на Брестской дистанции пути трудится 418 человек, из них 201 – монтёры. Организация, условия для работников – это важная составляющая. Организовываем в первую очередь создание нормальных бытовых условий, это чтобы были комнаты приема пищи, где и комнаты для переодевания, чтобы душевые были нормальные, чтобы человек, работник, учитывая то, что у нас работа тяжелая, связанная, скажем так, с замазученностью, чтобы мог человек после выполнения работ прийти и помыться. Второй момент – это обеспечение водой. Летний, особенно в период времени, когда жарко и стоит погода, чтобы было обеспечено людям водой. В рамках проведения комплексных работ больших, связанных с заменой стрелочных переводов, с применением машин большого типа, когда организовывается большое количество людей, которые работают окно во временные интервалы, даже организовываем питание для работников с подвозом к месту производства работы. Безопасность и комфорт труда – то, что заключает в себе и качество выполненной работы. Поэтому к этим вопросам самое пристальное внимание. Рейды профсоюзных инспекторов продолжатся. Летние каникулы, проведенные в лагере, способ не только оздоровиться перед холодными сезонами, но и получить массу положительных эмоций и приятных впечатлений. Но чтобы все вышеперечисленное проходило в комфортных условиях, свой вклад в благоустройство оздоровительных детских баз вносят предприятия, за которыми они закреплены. Лагерь «Орленок» в зоне ответственности Брестского котельного хозяйства. Но, как отметил директор городского жилищно-коммунального хозяйства Андрей Гашев, забота о лагере и укреплении материально-технической базы – это задача всех предприятий, входящих в городскую систему ЖКХ. Кто-то помогает материально, а кто-то и физически. О том, какая работа проводится перед принятием первых юных гостей, мы расскажем прямо сейчас. Детский лагерь «Орленок» – это место с многолетней историей, которая за долгие годы своей работы успела собрать сотни тысяч мальчишек и девчонок из Беларуси. Оздоровительный лагерь расположен в живописном лесу. Его территория почти шесть гектаров. На берегу реки Муховец дети каждый год с удовольствием проводят свой досуг. Обстановка комплекса располагает к активному времяпрепровождению. Особенная природа способствует оздоровлению. Желающих провести время с пользой на свежем воздухе всегда много. Этот год не стал исключением. На подходе уже первая смена, которая запланирована на 6 июня. Все места забронированы. Мы планируем традиционно 4 оздоровительные смены по 228 детей из же смены. За летний период ожидается 912 детей. Из них более 435 детей. Это будут дети работников системы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и дети, направленные на оздоровление по решению Брестского областного исполнительного комитета. Лагерь, как его называют «Орленок», лагерь для проведения оздоровления детей, непосредственно, связанных с этим местом знаком. Ежегодно это место преображается, совершенствуется, появляется новое современное оборудование, появляются более качественно отремонтированные жилые помещения непосредственно для деток. В принципе, процесс развития лагеря, он длится ежегодно. Основная нагрузка по приведению лагеря ложится непосредственно на предприятие балансов содержатель этого объекта – это Брестское котельное хозяйство. Но также помощь оказывают все предприятия жилищно-коммунального хозяйства, входящие в систему города Бреста непосредственно. Это и мусороперерабатывающий завод, это и спецпредприятия, это и ЖЭО города Бреста. Каждый вносит свой посильный вклад в развитие данного места. Сегодня все работы почти выполнены. Убрана территория от сухой растительности и веток. Сделан текущий ремонт в жилых комнатах и административных. Проведена обрезка деревьев, покрашены бордюры. Созданы новые спортивные площадки, а также выполнена работа по полной замене наружного ограждения. Ремонт малого зала столовой, проведен ремонт вытяжной вентиляции и появилась новая система горячего водоснабжения в варочном цехе столовой. Приобретена новая мебель. Остались последние штрихи. Окост территории у нас запланирован проводить будет коммунальный города Бреста. Это проводится мероприятие у нас ежесменно, перед каждой сменой. Перед первой сменой на 30 мая у нас запланирована кост территории, после чего проведется окорицидная обработка территории от клещей и уже будет ездить и дальше. Определяется перечень необходимого оборудования. Это и кухонное оборудование, как было замечено. Это в принципе и какие-то спальные места улучшения, это и инвентарь для проведения какого-то активного отдыха. Понимаем, что за сезон, во-первых, он изнашивается, во-вторых, есть много различных направлений, где есть процесс совершенствования, процесс развития. В прошлом году закупались велосипеды для деток, в этом году кинули более в игровое оборудование. Мы движемся в ногу со временем, естественно, срок эксплуатации, но это процесс жизненный, то есть процесс обновления, он никогда не останавливается. Каждое предприятие участвует непосредственно в развитии этого комплекса. Будем озвучивать такую сумму, что предприятиям в развитии лагеря в текущем году затрачено около 50 тысяч белорусских рублей. Всем четырем сменам в лагере «Орленок» быть без сомнения, ведь это то самое место, где мальчишки и девчонки уже через считанные дни смогут отдохнуть от учебной суеты. Родители будут спокойны, ведь их дети в комфортном, а главное, в безопасном месте. Мы принимаем порядка тысячи детей, кажется, цифра большая, но на самом деле, учитывая ажиотаж, даже мест всем желающим не хватает, потому что там есть и качественный преподавательский состав и качественный подобранный руководитель этого лагеря, которые живут этой работой, которые любят эту работу. И в принципе, я думаю, даже когда родители приезжают на родительский день, когда есть лагерь, то есть они просто получают удовольствие от того места, где отдыхает их ребенок. Анастасия Мелешкиевич, Эдуард Бакунович и Юрий Лимонтович специально для программы «Итоги недели». Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остается только добавить, это было ваше телевидение, семейный канал Бук-ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Анастасия Мелешкиевич, говорю вам до встречи и как всегда желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми.